Приветствую вас дорогие друзья, вы на канале Реалистик Пес и это снова внеплановое видео по Пес 2022, не только по нему, но все же. Изначально я планировал выпустить сфотку новостей как раз таки по 22 части, однако незадолго до этого появился еще один интересный инфоповод, который требует своего освещения. В частности, сегодня мы обсудим интервью генерального директора серии Пес, Монорита Хасода, которое тот дал итальянскому изданию Газета Делла Спорт. В нем он пролил немало интересных моментов, которые мы и рассмотрим. Ну а перед тем, как мы приступим, я напомню вам о столь привычной процедуре, виде лайка под роликом, подписки на канал, если находитесь здесь впервые, ну а также прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. Полный перевод данного интервью доступен в моей группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под этим видео. Но поскольку это самое интервью достаточно большое, то давайте обсудим его прямо здесь и прямо сейчас. Для людей, которые не посвящены во всей особенности серии, наподобие лицензии на клубы, татуировки футболистов и всего такого прочего, это интервью может пролить свет на некоторые вещи. Однако, для заялых фанатов игры, это все уже далеко не новость. Если же отмечать главные моменты в статье, то можно выделить 3-4 темы. Это важность киберспорта в будущем серии, повышение интереса к игре за счет бесплатной лайт-версии и PS Mobile, а также две итальянские команды, которые вскоре должны пополнить список партнеров игры. Ну и также проскакивала тема с воссозданием футболистов и также стадионов. Генеральный директор отмечает, что в ближайшем будущем серия планирует развиваться за счет киберспортивных дисциплин. В частности, уже сейчас компания разрабатывает определенные мероприятия в данном направлении. Из интересного, Хасода сообщает, что Konami планирует подключить к киберспортивным турнирам и матчам игроков молодежных составов партнерских команд. То есть не только привлекать киберспортсменов от этих клубов, но и также игроков из их молодежки. Он не объяснил, что и как это будет из себя представлять, но он сказал, что за счет этого Konami хотят расширить экспириенс игроков, а также внести некое разнообразие в тот же киберспорт от мира футбола. Помимо этого, в ходе интервью не единожды упоминалось, что постепенно по количеству игроков Konami начинает навязывать конкуренцию EA с их FIFA. Хасода подтверждает это тем, что база данных фанатов игры растет за счет бесплатного онлайн-контента. То есть этому способствует выход PS Lite на всех актуальных платформах, а также выход PS Mobile на смартфонах. К сожалению, в статье не приводятся конкретные числа, наподобие сколько было тогда, а сколько сейчас, поэтому заведомо утверждать, что это прям чистая правда, я вряд ли смогу. Но учитывая, как народ любит подобный бесплатный контент, доля правды в этом все же есть. Также затронули тему с воссозданием игроков и стадионов. Гендиректор рассказал, что они создают игроков исходя из их статистики, что для создания игроков необходимо знать их внешность, их основные характеристики. Для некоторых игроков они воссоздают отдельные анимации, чтобы они были похожи на свои реальные прототипы. Но а на вопрос о том, что были ли запросы со стороны футболистов, чтобы изменить их прическу или какие-нибудь скиллы, то Хасода отвечает, что такие запросы были, но по большей части они были мелкими. То есть какой-то футболист требовал, чтобы ему изменили прическу, небольшой скилл и все в таком роде. Гендиректор говорит, что они рассматривают предложения со стороны игроков, но если это будет что-то поглобальнее. А поскольку данные предложения были достаточно мелкими, то они их по большей части, ну, на них не обращали внимания. И должно быть самый интересный момент всего интервью. Несколько раз по ходу этой статьи проскакивает мысль о том, что Италия это достаточно важная страна для серии PES. Гендиректор это подтверждает и более того, анонсирует еще два партнерских соглашения с итальянскими клубами. Конкретных имен он не назвал, но уже есть предположение, что это какая-нибудь Аталанта и Наполи. Есть, конечно же, еще вариант с Фиорентины, но на текущий момент Фиалки это уже давно не топ-клуб, с которым бы стоило заключать подобного рода сделки. Ну а как думаете вы? Пишите в комментариях. На этом наш краткий обзор недавнего интервью подходит к концу. В комментариях обязательно делите свое мнение по поводу услышанного, ну а также переходите по ссылке в мою группу ВКонтакте и читайте эту самую статью, чтобы узнать чуть больше, чем мы рассмотрели в этом ролике. Ну а также не забывайте поддерживать это видео лайком, а канал подпиской и колокольчиком. Всех благодарю за просмотр, услышимся уже скоро, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok